В Стерлитамаке за два месяца 200 детей до трех лет получили сертификаты на посещение частных детских садов. Такие льготы предоставлены в рамках пилотного проекта «Сертификат дошкольного образования». Этот сертификат дает право родителям детей в возрасте от двух месяцев до трех лет получить место в частной дошкольной организации за плату, приравненную к муниципальной. Стоимость сертификата составляет 6000 рублей за одного ребенка в месяц, который поступает в частный детский сад из республиканского и местного бюджетов. Родители платят за ребенка 2476 рублей в месяц. Ради Хабиров дал поручение продолжить реализацию программы и подключить к ней города и районы республики с самой большой очередностью в детсады. Конечно, этот проект надо проводить именно там, где большая востребованность. Вот вы перечисляли, и Глинский район, и Чешминский, и Уфе. Мне кажется, действительно, вы в мае тогда проанализируйте, выйдите с предложением тогда, обсудите в правительстве. Может быть, нам двигаться дальше. Уфа, мне кажется, в этом нуждается. В Уфе и больше возможностей для создания подобных дошкольных образований. Здесь у этого проекта и другая сторона есть. Это все-таки и малый бизнес появляется. Так, это малый бизнес получает востребованную, вернее, уже гарантированную оплату. То есть он четко понимает, что если откроет садик, вот государство у него будет закупать услугу. Единственное, там надо, знаете, как не увлекаться этим, всегда надо смотреть, чтобы наш Рособранадзор посмотрел, чтобы там нарушений не было. Все-таки это касается здоровья детей маленьких. Так, чтобы это были качественные дошкольные учреждения. Тем временем подключиться к проекту в ближайшее время могут 25 образовательных организаций Уфы и Уфимского района. Программа задумана, чтобы решить проблему нехватки мест в детских садах. Исвестно, что к концу 2020 года в республике планируется ввести в эксплуатацию 24 детских сада на 3890 мест. Затраты же на выдачу сертификатов составят 14,5 миллионов рублей в год, тогда как строительство нового детского сада на 200 мест обойдется в 200 миллионов рублей.